в нашем детстве было много разных разновидностей футбольных игр или около футбольных и одна из них это сало суть этой игры в том что группа парней делает определенное какое-то действие и кто с ним не справляется тот зарабатывает одну букву ну и так по кругу значит там можно заработать с а л о когда ты собрал все слова сало значит ты проиграл и проигравший тот кто первый собрал снова сало он становился к забору там или к стене какой-то лицом задом соответственно к толпе ко всей и ну не знаю с расстояния наверно шагов 15 все остальные ему по разу пропечатывали это называлось пропечатывали мячиком и естественно играли часто я был и по ту и по другую сторону мяча и интересные мысли вот когда ты бьешь ты не думаешь ни о чем ты думаешь как бы только посильнее приложиться к этому мячу и дай бог попасть ну если не в зад то хотя бы там в колено или в плечо а вот у человека который стоит лицом к спине мысли в голове копошиться на самом деле гораздо больше ты продумываешь и как ты дальше будешь общаться с этим человеком и ты представляешь как ты ему отомстишь когда он проиграет и ты думаешь вообще зачем я пошел играть в эту игру и были другие планы дома там уроки не подделаны вот ну игра на самом деле очень травматичная но она с глубоким подтекстом то есть тут можно сделать вывод что любое действие имеет последствия и умея ответить за свои поступки то есть если ты проиграл то получи какое-то наказание взыскание вообще мне что нравится в таких контактных играх то что очень сильно чувствуется взаимоотношения в коллективе сразу видно кто трус кто филонщик кто я беда кто спрыгивает а кто достойно выходит из любой ситуации и в принципе как показывает уже жизнь сегодня ничего не меняется то есть кого кого ты как в детстве определил так эти люди дальше по жизни идут как гласит еврейская поговорка и люди не меняются если меняются только к лучшему не первоначально рогатки делались из проволоки такой толстой а стреляли пульки делали из тоненькой это был как потом я узнал что это провод от света ну то есть электричество подводили этими проводами и стоил он серьезных денег потому что однажды мы с другом сделали рогатки а пуль нету и друг говорит ой меня там у деда где-то этих проводов там бог знает сколько идем мы пошли отрезали сколько нужно наделали этих скоб довольные веселые и тут нас его дед запалил и он как сказал сколько стоит вот кстати дед перевел какой-то эквивалент может быть то ли в мороженое то ли в жвачки и мы прикинули насколько мы много и какой мы огромный ущерб его семье этими своими скобами сделали потом уже пошли рогатки которые такие сделаны из жгута уже которыми камешки можно бросать а первоначально стандартно да из проволоки туда потом резинка такая она же из трусов было больно кстати так но мы старались друг друга не стрелять в основном какие-то такие неодушевленные предметы но в пылу обиды какой-то или ссоры и очень можно было ухватить но классе помню когда прогуливали мы сделали такой шалаш на шалаш мечты у нас были всякие шалаши подземные на деревьях в кустах дерево построили электрическую будку потом построили к этой электрической будке ворота и разделили на две комнаты мы так поставили на эту будку а что если сделать шалаш в итоге мы нашли диваны мы нашли ковры шкафчики столы все то что для комнаты номера для пола счастья не хватало просто обои поклеить мы все обвесили плакатами как в комнате только все что портил вид это кирпичные стены которые были видны нашли чугунную мусорку вы представьте чугунную мусорку которые вот ее поднять тяжело мы помню зимой притащили поставили возле входа и там полили костер продавал мы не подумали что там уже вентиляции нет в точности задымило и мы этого не делали и потом как-то мы школу там прогуливали уже когда было потеплее мы просто приходим туда ложимся на диван ускорбола диванку кресло было такое солидное у кого был диван у кого был такой какому каждый было свое место и мы прогуливали школу приходили туда это был самый крутой шалаш который просто мы там проводили всю ночь но и и отдыхе и дни рождения просто зачем природа когда рядом есть шалаш который ну как шалаш электрическая будка которую мы сделали целую комнату